Будущий маршрут этих «желтых газелей» будет пролегать между селами до школы и обратно. Они отправятся в 10 районов республики, в том числе Тенгушевский, Чалковский и Торбеевский. Селу вожу, селу в Татюнке, с Большой Ивановки, там деревня. Ну, давно уже я работаю так водителем. С лишним 40 лет на школьном автобусе лет 15 работаю. Опытным водителем современный транспорт. Теперь юные пассажиры будут ездить в более комфортных и безопасных условиях. Новые автобусы помогут открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие. Теперь у нас появится больше возможностей совершать дополнительные поездки. Мы будем посещать театры, выставки, музеи. Мы будем чаще ездить на экскурсии по туристическим маршрутам нашей республики. И жизнь наших детей будет насыщена новыми, интересными встречами и впечатлениями. Условия работы улучшились и у медиков. Новые кареты скорой помощи отправятся в Инсарский, Отяшевский, Дубенский, Ковылкинский, Розаевский и Тенгушевский районы. Я еще раз хочу от всех нас выразить слова благодарности нашему президенту. Потому что такие инициативы, если мы вовремя все заявляемся, оформляем, работаем, они, видите, в реализации, они обращаются в технику, в наши программы. Ну и не будем забывать, у нас еще новая станция лучевой диагностики. Очень важная медицинская станция, которая позволит нам своевременные диагнозы и спасать буквально людей даже в самых отдаленных от Саранска поселках. Передвижной медицинский комплекс отправится в пятую больницу Саранска. На балансе медучреждений есть передвижной флюорограф и ФАП, а эта техника объединила и то, и другое сразу. Кроме жителей Саранска, больница обслуживает пациентов из Лямберского и Качкуровского районов. Комплекс поможет проводить обследование круглый год. Это является подарком, конечно, для каждой больницы, потому что это практически мини-больница. Мы выезжаем в любой населенный пункт, и люди могут пройти как флюорографию, а в другой части этого автобуса пройти полностью медосмотр. Три машины скорой помощи останутся в Саранске. Сразу после вручения ключей транспорт доставили до станции. Скоро они начнут перевозить первых пациентов. Режим работы машин скорой помощи, бригады скорой помощи круглосуточной. Нагрузка очень большая. Ежесуточную бригаду выполняют 15, 16, 17 адресов. Машины практически не заезжают на подстанции, работают адрес больница, адрес больницы. Поэтому новые машины нужны. В прошлом году в республику поступило 27 школьных автобусов и 12 машин скорой помощи. А всего за последние пять лет автопарки, школ и больниц в Мордовии пополнили почти 400 единиц автотранспорта. Ольга Данилова, Станислав Семин. Народные новости. Продолжение следует...